Девушки отдыхают Вы все это подстроили? Пришлось. С этой женщиной можно бороться только ее методами. Хорошо. А от меня что требуется? Поговори, пожалуйста, с ее адвокатом. Пусть Айча заберет жалобу, которую она написала нам ему Фатмо. Кроме того, пусть откажется от претензий к Тахиру. Иначе мы изведем ее, предупредя об этом. Но я так не работаю. Почему? Что не так? Объясни. Если моему клиенту есть что сказать, пусть приходит в мой офис. Я не хочу играть в маленьком городе в глухой телефон. И передавайте от меня большой привет Ильясу. Ильяса тут некоторое время не будет. К тому же он попросил нас поговорить с тобой. И сказал нам заплатить тебе эти деньги. Но я не понимаю, почему ты так рассержена? Хорошо, так и быть, давай. А куда уехал Ильяс? Я не знаю. Но это никак не связано с нашей просьбой. Не так ли? Что за дела? Невероятно. Только нам ее не хватало. Я раз в жизни влюбился в девушку. Но почему я такой несчастный человек? Дочка, открой окно или дверь. Я задыхаюсь. Мама, хватит. На улице мороз. Мы не можем согреть дом из-за твоих постоянных проветриваний. Это нелегко, дочка, нелегко. Сама бы провела длиннющую ночь в крошечной комнатушке. А нам другое рассказывали. Тебя тепло приняли, оказали особые почести, обеспечили всяческий комфорт. Мне было непросто. Когда тебя закрывают на ключ, ты начинаешь осознавать, как дорога тебе свобода. Смеетесь надо мной, издеваетесь. Только я знаю, как я настрадалась. Наша бедняжка. Моя мамочка-разбойница. Тебя закрыли в полиции. Мама, не смотри, что она так выпендривается. Ты бы знала, как она плакала от страха, когда тебя забрали в полицию. Доброе утро. Доброе утро. Как дела, мама Фатма? Как самочувствие? Ты немного остыла? Тебе уже лучше? Сынок, разве я смогу остыть? Мне не позволили вдоволь выместить злость на этой проститутке. Мы упомянули ее, и я опять рассверепела. Мама Фатма, забудь. Не бери в голову. Черт с ним с этим домом. Ты дороже. Ты никогда не поумнеешь, Тахир. Сынок, такая охотница за деньгами никогда не насытится, Тахир. Чем больше даешь, тем больше требует. Если бы ты так не защищал ее в свое время, она бы не села нам на шею. Но я тебя не на улице нашла. Я не дам тебя в обиду этой нахалке. Мама, будто так вышло лучше. Мы дали ей в руки массу козырей. Мы теперь не отделаемся одним домом. Ты же видела ее Мегеру-адвокатшу. Кто знает, что она потребует на этот раз. Кстати, о Мегерах. Боже, только ее не хватало. Добрый день, Фелис. Какими судьбами? Что-то случилось? Здравствуйте. Мне нужен Ильяс. Он дома? Ильяс ушел с утра пораньше. А зачем тебе Ильяс? Он передал через ребят эти фотографии. Личные. Мне нужно срочно связаться с ним. Так дело не пойдет. Кто это? Дочка, что там? Дайте я тоже посмотрю. Ну, надо же. Тахир, ты знал об этих фотографиях. Смотри. Смотри. Как я могу связаться с Ильясом? Фелис, если телефон Ильяса выключен, обычно это значит, что он не хочет разговаривать. Понимаешь? Правда? Правда. Дочка, послушай. Ильяс мой сын. Мой свет в окне. Мое счастье. Это одно дело. Но он ветреный парень. Ветреный. Он разбивает сердца. Ты просто в последнее время много крутишься возле него. Поэтому я так говорю. Деточка, ты потом будешь страдать. Попомни мое слово. Что? Что за разговоры? А при чем тут это? Кажется, мой зять нашел Асия. Я хотела об этом рассказать. Я просто хотела предупредить Ильяса, чтобы он не ходил за ней по пятам, чтобы не мешал их счастью. Но вы о другом думаете? Ну, надо же. Джим Шит нашел Асия. Филис, минуту. А где Асия? До свидания. Пусть уходит. Закрывай дверь. Выйдем в сад. О, Аллах! Наставь этого парня на путь истинный. Ладно, мама. Я очень опаздываю. Мне нужно заехать за Зафером и пойдем на день рождения Гюль. Только я хочу предостеречь. И Сибель предупреди. Зафер не должен знать, что Асия нашлась, ясно? Он опять поднимет всех на уши. Ильяс придет вечером, и я спрошу, что происходит на самом деле. Хорошо, дочка, так и быть. Поцелуй за меня, внучку, ладно? Я бы тоже пошла с вами, если бы могла. Я приведу ее сюда через пару дней. Сама поцелуешь. И буду ждать. Погоди. Я купила ей подарок. Идем, заберешь его и отнесешь. А что ты купила? Сюрприз. Чего добивается эта женщина? Я в результате умом тронусь. Я не знаю. В нее ведь три дня назад стреляли. Почему она не боится последствий? Она меня выведет. Я рано или поздно убью ее. Разве она имела право... Имела право топтать мою гордость и достоинство? Люди, которыми переполнены тюрмы, размышляли точно так же, как и ты. И сломали себе жизнь. Ты с ума сошел, Тахир? Если ты на самом деле так думаешь, то поскорее найдем врача и поговорим с ним. Иначе может случиться нечто непоправимое. Я постепенно теряю рассудок. Я постепенно теряю рассудок. Я просто с ума схожу. Остановись, Тахир. Тахир, в то время, как среди стольких моих знакомых ты единственный достойный, единственный вменяемый и разумный человек, ты так и будешь оценивать себя по поступкам больной и извращенной женщины? Тебе не кажется это несправедливым? Подумай о себе, наконец. Ах, Сибель, Ах, Сибель, Ах, Сибель. Я пойду к маме. Хорошо, а я на работу.